Домашняя коза, домашнее животное, вид из рода горные козлы семейства полорогих коза, одно из первых прирученных животных, а домашняя она на Ближнем Востоке, приблизительно 9000 лет назад. Предком домашней козы был дикий безоровый козел, до сегодняшнего дня встречающийся от греческих островов в Игейском море через Малую Азию, Армянская Нагорье и Переднюю Азию до Средней Азии. Описание у большинства самцов и самок есть борода, а тело покрыто прямой шерстью, ее длина и качество зависят от породы. Например, у ангурских коз шерсть длинная и шелковистая, а у кашмирских славится толстым пуховым подшерстком. Масть варьирует от чисто белой до темно-бурой, черной построй, рога при основании сжаты с боков, загнуты назад и усажены спереди поперечными валиками. Питаются козы травой и молодыми побегами деревьев и кустарников, они быстро поглощают большое количество карма, а в промежутках между едой пережевывают жвачку. Как и у прочих жвачных, проглоченная пища накапливается в одном из отделов желудка рубцы, где частично переваривается и образует комок жвачки, который отрыгивается и дожевывается во рту. Коза очень неприхотлива и способна выживать в местах, где другой скот страдал бы от голода. Она может переносить сильные морозы и жару, но плохо приспособлена к сырому климату. Оптимальные условия коза находят в полузасушливых районах. Коза – нетребовательное животное, довольствуется часто очень скудными пастбищами. Козы прекрасно лазают, могут пастись в местах, недоступных для другого скота. Продолжительность жизни от 9 до 10 лет, максимально 17 лет, средний срок хозяйственного использования от 7 до 8 лет. Случка обычно проводится раз в год, причем один козел может покрыть стадо изо от 30 до 50 самок. После беременности для 60-21 до 23 недели рождается обычно пара козлят, хотя нередко и больше их число в помете. Они появляются на свет зрячими, с хорошо развитым шарстным покровом и спустя несколько часов уже резво скачут. Подвиды Вид включает в себя 6 подвидов. Безааровый козел распространен от Турции до Афганистана. Челтанская коза обитает в Пакистане. Находится под острой угрозой исчезновения. Осталось лишь 500 особей. Кри-Кри живет на острове Криты с определьных островах. Капра-Херкус Херкус заглавная домашненная форма, распространенная по всему миру. Капра-Херкус джорензис Встречается на северных спорадах. Капра-Херкус пихта обитает на Кекладском острове Антимилосе. Козоводство Основная продукция, получаемая от коз, мяса, молоко, мех, шерсть и кожа. По направлению продуктивности породы коз делятся на типы. Молочные, шарстные, пуховые, молочное мясо, шарстные. Ангорская коза разводится для получения шерсти. Кашмирская коза и оренбургская коза разводятся для пуха. В США некоторые хозяйства разводят обморочных коз вред природным экосистемам. Коза домашняя включена в список самых опасных инвазивных видов по версии Международного союза охраны природы. На многих островах, где отсутствуют крупные травоядные животные, поселение коз резко негативно сказывается на общем биоразнообразии. Козы поедают широкий спектр растений, влияя на количественный состав природных растительных сообществ. Вследствие этого происходит увеличение распространения почвенной эрозии, сокращение численности слабоконкурентных местных травоядных. С целью восстановления природных сообществ популяции коз были искоренены примерно со 120 мелких островов, куда ранее они были завезены. Крупнейшие из таких островов – Ланай, Сан-Клементи, Пинта, Рауль. Для более эффективного истребления коз на островах используется охота с вертолета, специально обученные собаки, а также стерильные козы с радиотелеметрическими ошейниками. Козы в культуре. Для культурных коннотаций оказались востребованы такие свойства коз, как ловкость, прыгучесть, проказливость, любопытство, своенравие, дрочливость. С прыгучестью коз связано такое выражение из профессионального жаргона авиаторов, как «дать козла», описывающий случай, когда самолет неопытного летчика подпрыгивает при посадке, с непоседливостью сравнения с ними детей. А в английском языке слово «кит» стало синонимом слова «ребенок». О своенравной, хитрой козе рассказывает народная сказка коза Дереза. Прозвище «козел» весьма обидно, его связывают с такими свойствами характера, как бесчестье, низость и подлость. Криминальной среде оно означает заключенного, открыто сотрудничающего с администрацией тюрьмы. Впрочем, пишут, что в 30-50-м годах, 20-го века так называли пассивных гомосексуалистов. Прозеология. Среди женщин весьма распространена пословица «любовь зла, полюбишь и козла», где слово «козел» характеризует подлое и похотливое существо. По смыслу к ней примыкает и выражение «все мужики – козлы». Прозеологизм отставной козы – барабанщик, означающий человека без определенных занятий, влачащего жалкое существование, связан с традициями русских балаганов XIX века, где часто выступал шут в маске и козы, а публику на представление зазывал барабанщик. С козлом связан бытующий на Украине этнофолизм для русских кацап, который происходит от украинского «какцап». Украинцы называли так русских из-за того, что те носили бороды. По другой версии этот термин происходит от турецкого «касап» – рубщик мяса, что первоначально относилось к русским пехотинцам XVI-XVV, и было обусловлено их обычным вооружением того времени, бердышами, словосочетание «забить козла» стало обозначением партии в домино. Геральдика коза изображена на гербах некоторых городов.